Кто мешает нам сегодня говорить на абхазском языке? Почему родители, носители абхазских фамилий, отдают своих детей в школы, где обучение ведется только на русском языке? Почему получается так, что в некоторых школах перебор учеников, а в других не хватает детей? На сегодняшний день в Сухуми 10 русских школ. В пяти из них есть абхазский сектор, а в остальных нет. В столице три абхазских и одна армянская школы. В этом году в 14-й русской школе, которая находится на Турбазе, не смогли открыть абхазский сектор из-за того, что не было абхазоговорящих детей. Родители отказываются отдавать своих детей в абхазский сектор, объясняя это тем, что они не могут заниматься с детьми. Им тяжело выполнять задания на абхазском. А ведь здесь стоит отметить, что главное, чтобы ребенок слышал родную речь в семье. В абхазском секторе было двое детишек, но одна мама сказала, я не могу, здесь двое всего детей, и перевела она в другую школу ребенка. И остался один ребенок только. В конце учебного года, в мае месяце, мы каждый год занимаемся переписью детей. Пятилеток, шестилеток и до 15 лет. Естественно, мы планируем, сколько деток могут к нам прийти теоретически. Весь микрорайон, начиная с Белого моста и заканчивая ущельем, закреплены за определенными педагогами. И когда они начинают приглашать в школу, у нас есть и абхазский сектор, и русский сектор, большая часть нам дает ответ. Мы идем в десятую, мы идем в первую школу. Если в русский сектор придут, придут. Да, приводят детей с абхазскими фамилиями, но, к большому сожалению, или ребенок не понимает вообще, или смешанная семья, большая часть. Есть семьи, конечно, где и мама абхазская, и папа абхаз, и владеют абхазским языком, но они нам отвечают. Мы хотим, чтобы на русском языке обучался наш ребенок. В 14-й школе на сегодняшний день обучаются 472 ученика, а в первый класс пришли 45 детей. Из них практически на абхазском никто не говорит, но почти все они абхазы. Там максимум двое-трое, которые понимают язык, а так в основном не разговаривают на абхазском. Все дети абхазы или смешанные? Нет, смешанные. Здесь разные национальности, и армяны, и абхазы, и русские, и узбеки, смешанные все. Абхазов больше или? Да, в этом классе абхазов больше. У каждого педагога абхазского сектора есть свой кабинет. Учителя готовы оставаться и после уроков, чтобы заниматься с детьми, причем бесплатно. Но даже это не стимулирует родителей, отмечает директор школы Рита Бения. И такая картина сохраняется уже два года. У нас есть абхазский сектор в третьем классе, в четвертом классе, в шестой классе, в седьмой, восьмой, одиннадцатый у нас есть. Ну, где-то четыре человека, где-то семь, где-то восемь человек, где мы смогли. Или, ну, родители привели, наверное, убедили в те годы, наверное, это. А последнее время, вот, последние два года нам очень сложно. Мы очень переживаем, переживаем мы же не только уроками и изучением языка занимаемся, мы же готовим их потом, более позже, и ко всяким конкурсам, олимпиадам. И, к сожалению, я боюсь, мы подойдем ко времени, когда некому будет читать даже стихотворение на каком-то конкурсе на абхазском языке. Ситуация, возможно, поменялась бы, если набор в школы осуществлялся по микрорайону, отмечает Ритабения. Чаще всего родители нам ответ дают. Если бы я хотел бы в абхазский сектор, я бы отдал бы в абхазскую десятую школу или в первую. Наш микрорайон весь уходит туда. Переполнены, где 150-160 первоклассников набирают и не умещаются в школы. А есть школы, где мало детей. А если бы по микрорайону, не были бы они переполнены ни вторая, ни третья, ни десятая, наверное. Такая же ситуация и в 13-й школе. Из-за того, что нет абхазоговорящих детей, не смогли открыть абхазский сектор. Здесь, в абхазском секторе, остался только четвертый класс. То есть, если вначале мы говорили, что пять русских школ с абхазским сектором, то скоро придем к тому, что их будет три, поскольку в 13-й и 14-й школах потихоньку закрываются классы. Возможно, у нас в государстве нет такой программы, которая прям обязывает всех учить родной язык, потому что у нас дело производства на русском. И все, все собрания, совещания всякие на любом мероприятии, все это проходит на русском языке. И необходимости в том, чтобы трудиться над родным языком, нет. Мне кажется, вот это тоже важное значение имеет. Если бы родители, допустим, осознавали бы, осознанно отнеслись бы к этому, и каждый бы пошел бы в школу, которая находится в его районе, конечно, ситуация была бы намного проще. Ну, это родителям сложно объяснить, что вот идите к себе в район, а вот совсем их не принимать. Вот родитель захотел прийти в школу, допустим, снова в район, в четвертую школу. Но вот такого закона, который запрещал ему это делать, нет такого закона. И мы пытаемся иногда, конечно, как-то объяснить, но это пока не очень хорошо работает. Никто не может по-настоящему считаться патриотом своей нации, если не знает или не стремится знать родной язык. А дети – это будущее страны. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.